Изложение было довольно абстрактно и, наверное, тяжело было все понять и ощутить. Так что сейчас я хотел бы это все проиллюстрировать на простом примере взаимодействия спина-1. Ну да, давайте туда приступать. Начнем со спина-1. Ну какой у нас первый шаг? Первый шаг это написать все возможные, то есть у нас есть поля, скажем, амю, и мы хотим написать все возможные кандидаты в взаимодействии с S3, кубические вершины. Ну как бы что сразу можно сказать? Можно сказать, что у нас есть три индекса амю, аню, аро. Ну и что с ним можно сделать? Их можно сворачивать либо между собой, либо с производными, да? То есть, ну как бы это требование явной лоренс инвариантности действия. То есть, может быть, что-нибудь такое, например, или, не знаю, вместо свертки индексов, так, может быть, что-нибудь, дельта, дадим дыро, вот так. В общем, мы довольно быстро понимаем, что количество производных нечетное, да? Более того, поскольку у нас всего три индекса на полях, то при количестве производных больше пяти, нам неизбежно придется сворачивать производные друг с другом. Дэмю, дэмю, которые, возможно, действуют на разные поля. Так, и, как мы обсуждали на прошлом занятии, в такой ситуации, интегрированием по частям, это сводится к комбинации ящиков, этих деламбертианов, которые действуют на поля. Он шелл, он фри шелл, то есть на свободных уровнях движения это равно нулю, и такого рода взаимодействия ненастоящие. То есть, их можно брать переопределением полей. То есть, это ненастоящие С3. Соответственно, как бы настоящих... Важно вопрос, Саня, пожалуйста. Да? Там дэмю, амю стоит, а это разве не является просто как бы калибровкой? Вот, ну, мы можем наложить условия, и С3 все равно исчезнет. Здесь. Да? Да-да-да, я вот правильно. А, ну, ладно, это я для примера записывал, да. А, то есть они могут быть разными? Это было для иллюстрации, что мы индексы сворачиваем. Дэро, дэмю, скажем, вот такое уже, да. То есть, в принципе, у нас есть два типа С3 с n производных равно 1 и с n производных равно 3. Да? Ну, давайте начнем с примера n производных равно 3. Кстати, что можно заметить? Это что... Ну, вот мы дальше будем решать уравнение типа Δ0S3 плюс Δ1S2 равно 0. Учитывая, что Δ0 у нас содержит одну производную. Сейчас я хотел сказать, что эти вершины независимы. А, ну да, скажем. Я потом говорил, что это сводится к Δ0S3 равно 0 on shell. Вот это здесь содержится одна производная. Ну и, соответственно, эти условия, они, скажем, имеют определенное количество производных. И S3 с разным количеством производных независимы. То есть, если мы начинаем решать уравнение, скажем, S3 имеет три производных, а другой S3 имеет одну производную, то это уравнение их не перемешивает. То есть, они должны решаться независимо. Поэтому можно отдельно рассматривать случай с тремя производными и с одной производной. Поэтому мы сфокусируемся сначала на случай с тремя производными, которые попроще. И тут я вам сразу дам ответ. Ну, потому что он почти очевидный. С3 есть такой вариант. Написать d dx равно f mu nu f lambda rho Так, тут неплохо бы что-то свернуть. А здесь mu rho. тут, ну, как бы, если немного подумав, можно сразу понять, что это равно нулю, если мы не добавим цвета. Потому что, ну, вот эта комбинация симметрична, померва, а это антисимметрична, правильно? Поэтому, ну, вот это можно сделать нетривиально, если мы добавим сюда цвета еще, abc. И свернем это со структурной константы f abc. То есть, это такой цветной случай. Что здесь видно? Что по отношению к, ну, мы имеем, что дельта 0 от f равно нулю, правильно? То есть, это калибровочно-инвариантная величина. Соответственно, дельта 0 от f f f равно нулю. Соответственно, вот эта штука, она калибровочно-инвариантна по отношению к недеформированным калибровочным преобразованиям, причем тождественно. Не на свободных уравнениях движения, а тождественно. Это означает, что нам не надо деформировать калибровочные преобразования. Дельта 1 равно нулю и старшие равны нулю. И вообще на этом деформационная процедура останавливается. То есть, это уже самосогласованная теория, то есть, свободная. Свободный как бы Maxwell в нескольких копиях, пронумерованных индексами вот этими abc. И вот такая вершина взаимодействия. Ну и так, терминология немножко такого рода взаимодействия называется взаимодействие типа Борна-Инфельда, потому что, ну вот, может вы знаете, есть такое действие Борна-Инфельда. Там, правда, нет цветов, но вот когда вершины составлены из инвариантных кривизм, что не требует деформации калибровочного преобразования, это принято называть взаимодействие типа Борна-Инфельда. Теперь давайте перейдем к более нетривиальному случаю. Случай с одной производной. Так, тогда что мы делаем? Мы выписываем максимально общую подстановку. Я немножко подсмотрю. А, В, С. А, В, С. А, В, А. А, В, А. плюс hbc сожалению сейчас тяжело что-то распечатать поэтому приходится читать экран тут я сразу добавил цветные индексы потому что мы скоро увидим что без цветных индексов опять же у нас ничего не получается что здесь сразу можно сказать ну первое что что интегрированием по частям вот эту производную можно перекинуть но будет одно слагаемое одна производная сюда действует одна действует сюда одно из этих слагаемых будет такого типа то есть это можно поглотить в переопределение hbc а второе будет такого же типа но с b и c переставленными смысле со вторым и третьим полем переставленным и таким образом вот эту свободу интегрирования по частям можно использовать чтобы привести вот это f abc к антисимметричному виду по последним двум индексам и после этого свободное интегрирование по часам будет фиксировано полностью второе наблюдение это что ну вот здесь вот эта комбинация симметрично по перестановки b и c правильно соответственно антисимметричная часть по b и c от h вклада в это слагаем вообще не дает ну и естественно ее выбросим то есть сразу потребуем что наша bc равно hcb вот это мы пока просто выписали подстановку мы фиксировали всякие очевидные симметрии теперь мы но я напоминаю что мы решаем задачи дельта 0 от s3 равно нулю ну вот это буквально надо проделать это вычисление я думаю что вам понятно как это делается мы просто этот варьируется с со свободными калибровочные преобразования ну его у вас там выписано формула 88 то есть у вас выписано формула 88 вы можете посмотреть что получается ну и по ходу дела там возникали бог сами мю который можно убрать используя то что это равно д мю д ню а ню свободные родины движения после того как мы исключили вот эти боксы у нас получается выражение типа ddx тут где-то общем кси с индексом а условно говоря f abc какое-то выражение из для ну и что-то похожее из наши бац и нот свободными уравнениями уже воспользовались и теперь нам потребовать что это вариация тождественно равна нулю при любых сей но это означает что вот каким-то образом вот эти три факторы должны сократиться ну и там видно что они общем-то имеет там много слагаемых они имеют разную структуру например можно сфокусироваться на слагаемом что по нему выписывал сияшим оценю вот такое слагаемое там встречается только один раз его нету здесь смысле с такой структурой сверток более того легко заметить что она симметрично по перестановки b и c правильно то есть симметричная свертка по индексами с мю ню с ню соответственно чтобы это слагаемое было равным нулю единственно что можем сделать это потребовать что аж а bc равно минус аж а бц да ну а как вы помните что оно оно уже было требование что она по этим последним индексам симметрично соответственно соответственно вместе мы получаем что аж равно 0 и такие слагаемые нам не подходят то есть добиться калибровочной вариантности таких слагаемых нельзя мы потом можем сфокусироваться на каком-нибудь другом слагаемый который содержит а Ещё раз? Вот, есть такое вот слагаемое. Опять же, оно симметрично по А и С. Вот эта часть. Ну, соответственно, чтобы она занулялась, F должна быть антисимметрична. Ну, и в комбинации с тем, что у нас было раньше, у нас получается, что F, A, B, C полностью антисимметричен. То есть, по любой перестановке индексов. То есть, мы, как можно заметить, мы уже потихоньку восстанавливаем какие-то кусочки знания о теории Янга-Милса. Но, просто требуя калибровочной инвариантности действия. Так, следующий шаг тогда. Мы решаем Δ0 от С3 плюс Δ1 от С2 равно нулю. То есть, это мы уже знаем, это мы можем вычислить. Оно было равно нулю с точностью до уравнения движения. То есть, вот эта штука будет пропорциональным уравнением движения. Но вот эта штука, она тоже пропорциональным уравнением движения. Она равна ΔС2 под ДФИ Дельта 1 ФИ. То есть, пропорциональным уравнением движения. И вот явно выписывая, чему это равно. Ну, вы можете увидеть формулу 817, 818. У нас получается, что Дельта 1 от АМИВА. Ж, АФА, ВС. АМИВА, ВС. Потому что у нас первая. КСИБА, АМИВА. То есть, таким образом мы восстановили вот этот нелинейный кусок калибровочного преобразования. Опять же, можно узнать в этом кусок калибровочного преобразования для поля в теории Янга-Мюкса. Это был анализ на уровне G в первой. То есть, структурная константа в степени 1. В смысле, константа связи в степени 1. То есть, на этом уровне анализ закончен. Дальше, как бы, можно продвигаться разными способами. Более эффективный другой, который я расскажу чуть позже. Но сейчас просто хочется проиллюстрировать, что таким образом можно двигаться и дальше. То есть, просто требовать порядок за порядком, что действует у нас калибровочный вариант. Ну и туда что у нас выходит? Что? Следующий порядок. То есть, мы решаем следующий порядок. Вот это у нас известно, вот это у нас известно. Ну, какое вот сразу можно сделать замечание, что S3 у нас с одной производной, от дельта 1, которая я стер, производных не содержит. Соответственно, здесь у нас количество производных равно 1. А здесь у нас уже S2 содержит 2 производных. Вместе здесь больше либо равно 2 производных. Соответственно, вот у нас как бы есть этот источник уравнения. И вот это слагаемое его решить не поможет. То есть, если у нас не получается его решить без него, оно не поможет его решить. То есть, оно не дает вклада вот этот нетривиальный сектор. То есть, если решение существует, то D2 равно 0. И, соответственно, это вообще можно выкинуть. Так, это вот как бы первое простое наблюдение. Следующее наблюдение – это что дельта 0 содержит одну производную. Ну и тогда, чтобы они как бы разговаривали с друг другом, S4 должно содержать 0 производных. То есть, что нам надо сделать? Мы берем в S4 и выписываем опять же максимально общую подстановку с четырьмя полями беспроизводных. То есть, опять появляется какая-то новая неопределенная константа A, B, μ C, ν A, D, ν Ну и что? Дальше мы это варьируем. И оно должно сократить то, что у нас уже было дельта 1, S3. Это, ну как, технически довольно трудоемкое вычисление, поэтому я его приводить на доске не буду. Но вы, в общем-то, сами знаете, как действие NGAMILSA выглядит. То есть, результат получается, что вот это E, B, C, D равно выражается через F. F, C, B, D, L или чего там F, C, F, E, B, L E, B, D Более того, выяснится, что это вообще все возможно только в случае, если на F A, B, C, F, C, D, E это все возможно только если выполнено дождяство якобы. То есть, здесь циклическая перестановка. То есть, если она не выполнена, просто вот это уравнение не решается. Получается, таким образом мы получили четвертичную вершину. Кроме того, мы выяснили, что F, B, C не только симметричный, а еще и удовлетворяет то, что якобы следовательно, там начинают какие-то возникать мысли, что это, наверное, там какая-то алгебра Ли. И вот даже абсолютно не зная заранее никакой связи с алгеброй Ли. Вот здесь просто из условия инвариантности действия мы вот смотрим, что эта структура сама по себе возникает. Вот. И таким образом мы закончили анализ на уровне G в квадрате. Ну и в общем-то это почти что все. То есть, можно быстро... Это видно, да? Да, по идее, видно. Быстро смотрим, что у нас тут. Дельта 0, S5, Дельта 1, S4, Дельта 2, S3, D3, S2. Должно быть равно нулю. Ну вот надо еще вот это вычислить и понять, что это ноль. Вот это Дельта 2 мы уже положили нулю. Ну и, соответственно, мы понимаем здесь следующее, что можно на этом и остановиться. То есть, если мы положим S5 равно нулю и Дельта 3 равно нулю, то мы решили вот эту задачу построение инвариантного действия во всех порядках. То есть, на вот это можно остановиться. То есть, что мы имеем в итоге? Что действие у нас состоит из трех слагаемых, кубически-четвертичной вершины, а калибровочное преобразование имеет только одну нелинейную поправку. Вы написали слово два одинаковых вступаем. Идой, идой. 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 Еще раз. А! Идой, идой. Идой, идой. Можно немножко сократить работу. Если начать анализировать условия замыкания калибровочных симметрий. Давайте я еще раз выпишу. РТА1АМЮА ПЦННОМ. У нас было требование, что если вы помните, мы делаем калибровочное преобразование с одним параметром, с другим. И оно должно замыкаться на калибровочное преобразование с параметром некоторым там альфа, который зависит от XI1 и XI2. И вот это условие тоже можно раскладывать в ряд и изучать. То есть в порядке в порядке G G к сожалению, мне тяжело это все выписывать. XI1 и XI2 то есть вот это как раз в ведущем порядке коммутатор калибровочных преобразований с параметрами XI1 и XI2 и это должно быть равно некоторому калибровочному преобразованию с параметром с новым, который определяет что такое наше вот то, что я обозначал C что-то вроде обобщенных структурных констант алгебры V но в данном случае мы видим что они XI1 и XI2 то есть если я правильно помню то что-то должно было быть равно T0 от FI если память не изменяет C0 как-то так и мы видим что действительно то есть вот это нам известно T1 это это D1 это свободное калибровочное преобразование мы буквально вычисляем вот такой коммутатор и мы получаем что действительно это является градиентом от чего-то то есть оно имеет вид Dμ XI какой-то штрих A то есть действительно его можно представить в виде свободного калибровочного преобразования в теории Фронсдала но вот это XI оно теперь является некоторой функцией вот XI1 и XI2 и таким образом мы определяем вот эти структурные константы получается C0 A равно минус FBC XI1B XI2C вот то есть C0 мы нашли то есть это заканчивает анализ в порядке G в первой степени смотрим G во второй да там было условие более сложное но мы пытаемся понять можно ли решить уравнение которое у нас есть сейчас давайте просто выпишем до начала XI2 XI1 минус так здесь еще было какое-то слагаемое с C1 с этой стороны какой-то слагаемое здесь с T2 ну сейчас я просто где-то формула 726 полное выражение но мы пробуем можно ли проверяем можно ли оборвать деформационную процедуру на этом уровне то есть не добавляя больше ничего к C и ничего не добавляя к T то есть мы пробуем можно ли вот это положить нулю таким образом можно ли удалить этому уравнению ну и здесь в принципе довольно простое вычисление то есть вы видите что в T1 у нас входят вот эти вот F вот это порядка F это порядка F это тоже порядка T1 содержит F и C0 содержит F если вы как бы внимательно проделать это вычисление и выяснится что да действительно вот это уравнение с дальнейшими деформациями положенными в 0 может быть удовлетворено если у нас вот есть тоже достоинство якобы то есть мы как бы с другой стороны выводим тоже достоинство якобы на вот эти структурные константы и после этого опять же деформационная процедура обрывается обрывается то есть ну T2 мы положили 0 C1 равно 0 в следующих порядках тоже все остальное нули после этого в принципе мы когда разобрались какая у нас точная симметрия в теории то есть мы выяснили что у нас калибровочное преобразование дельта 0 плюс дельта 1 это точная симметрия теории в принципе можно использовать какие-то стандартные знания из теории главных расслоений как строить инварианты по отношению к этим преобразованиям и прийти к действию Янга-Милса или вернуться и проделать искать действия буквально из-за условия инвариантности но сейчас по крайней мере у нас есть дополнительное знание что структурные константы удовлетворяют дождеству якобы ну и решать задачи становится немножко проще дождествия и что тогда последнее последнее это что мы разбирали наверное здесь поместится тождество якобы для калибровочных преобразований то есть здесь я имею ввиду не вот это тождество якобы это тождество якобы это просто с точки зрения деформационной процедуры это просто были какие-то параметры ФАБЦ и мы выяснили что они удовлетворяют тождество якобы а здесь я имею ввиду помните такое условие дельта 3 плюс перестановки равно 0 то есть как бы следующий уровень на котором все еще проще да его тоже можно изучать порядок за порядком и в первом порядке у нас получается что вот циклическая перестановка вот С0 Кси1 Кси2 Кси3 плюс слагаемое содержащее С1 насколько я помню и Т0 равно нулю если мне память не изменяет а такое было уравнение полное формула полная если хотите 730 вот здесь здесь опять же что мы думаем у нас С0 уже есть мы его извлекли вот здесь и можем задуматься о том а можно ли закончить деформационную процедуру на этом уровне то есть положив С1 равно нулю ну и соответственно мы проверяем равно ли нулю вот это если равно то при каких условиях ну если мы это вычислим то опять же у нас получится тождество якоби на F и соответственно действительно деформационную процедуру на этом можно оборвать и вот эти вот обобщенные структурные константы С можно оборвать на первом порядке что это означает что они не зависят от полей хотя в общем случае могли бы и зависеть ну вот таким способом мы вывели теорию Янга-Милса то есть в целом такой получается у нас есть конструктивный подход который позволяет выводить теории поля безмассовых полей и помимо этого он позволяет также доказывать например единственность той или иной теории то есть вот этот анализ например позволяет доказать что теория Янга-Милса является единственной в некотором роде то есть теории безмассовых полей спины 1 у которых там не более одной производной то есть в принципе полезный там результат что ну там кто-то может спросить там может есть другая какая-то теория но получается что нет вот это как бы в известных случаях сейчас давайте хотелось сказать немножко гравитации в случае гравитации мы используем этот пертурбативный подход то есть мы смотрим на метрику разложенную в близи пространства Минковского и вот это H поправку считаем малой и в случае гравитации тогда выяснится что если мы возьмем действие Нечтейна Гильберта и будем вот в таком виде интерпретировать то у нас получится бесконечный ряд по H ну я думаю что понятно почему происходит потому что там содержатся обратные метрики в этом случае ну конечно можно ставить под вопрос вообще применимость этой истории то есть ну как с математической точки зрения формально все хорошо работает но на практике конечно большой вопрос можем так восстановить теорию или нет но здесь как раз может быть полезным не буквально пытаться сначала воспроизводить вот это действие исходя из инвариантности а вот сперва восстановить какие у нас дельта-фи во всех порядках там декси и так далее во всех порядках убедиться что это не знаю дефеоморфизмы что они замыкаются то есть что дельта-1 дельта-2 дельта-3 плюс перестановки равно нулю то есть у нас есть по крайней мере у нас симметрия есть здоровая и когда мы знаем симметрию лежащую в основе теории можно уже пытаться строить ее инварианты ну вот я не знаю если вы до этого не знали дифференциальной геометрии то наверное будет сложно построить действие Эйнштейна даже знать дефеоморфизма но в целом как опция как бы это тоже вариант то есть вот даже если у вас есть бесконечный ряд в принципе можно попытаться его воспроизвести есть вопросы так хорошо ну и теперь давайте еще один пример разберу это будет случай спина-3 и в данном случае я вам проиллюстрирую что вот некоторого рода взаимодействия для спина-3 не существует то есть до этого мы строили теорию а сейчас мы просто докажем что вот определенного взаимодействия не существует то есть вот эта процедура может быть использована как инструмент доказательства что вот какого-то рода теории не существует спин-3 самодействия 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 означает что у нас будут только спины-3 и они будут взаимодействовать друг с другом в данном случае ну даже в случае Янга-Милса я вам некоторые формулы не выписывал потому что это технически довольно громоздко в случае спина-3 все еще значительно хуже то есть ну просто посмотрите на действия Максвелла и на действия Фронзелла или спина-3 то есть все значительно сложнее и поэтому я вам просто проведу через ключевые как бы шаги где все ломается чтобы показать а так ну вот если вы хотите более детально на это посмотреть вот у вас там есть ссылка в статье 11 в списке литературы ну вот опять же С2 это действия Фронзелла Фронзелла более того мы быстро увидим что ну ладно на практике увидим там если будем проделать вычисления что нам надо несколько полей иначе взаимодействий нету ну как бы уже даже на первом шаге так же как это было в случае с теорией Янга-Милса ну и калибровочное преобразование тоже соответственно дельта как в теории Фронзелла вот следующий шаг мы смотрим какие у нас бывают С3 ну и логика тоже такая же как раньше была у нас у нас количество производных нечетное подумать ну что можно сразу сказать что количество производных ну всего индексов на трех полях у нас 9 значит количество производных у нас меньше либо равно 9 иначе это тривиальное с3 тривиальное то есть нам приходится сворачивать индексы производных то есть вот у нас есть уже не так много как бы вариантов что можно попробовать ну ладно давайте это тоже упомяну что есть один такой вариант с 9 производными 9 производных и он похож на вот то что назвал взаимодействие Борна и Инфельда для теории Янга-Милса то есть теория Янга-Милса да я вам это не рассказывал но вот сейчас быстренько скажу что в теории Янга-Милса у нас есть вот такая величина которая тождественно калибровочный вариант а вообще для любого спина есть величина для любого S можно построить некоторое F Miu1 Miu1 Miu2 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 MiuS MiuS которые строятся похожим образом то есть мы берем на поле действуем с производными Miu2 Miu1 Miu2 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 Пара антисимметричных явных индексов, но реально есть еще и дополнительная симметрия диаграммы Юнга с двумя строчками, связанная с тем, что у нас производные сами по себе симметричны, относительно перестановки поля у нас симметричны. Вот такой объект можно построить, и утверждение состоит в том, что Δf равно 0. И я думаю, что вам должно быть несложно понять, почему. Потому что если мы сюда подставим Δx, как в законе Фронзова, скажем, Δn1, Ξ, ν2, νs, то из-за антисимметризации двух производных, которые симметричны, вариация обновляется. То есть это точно такой же механизм, как и в случае с теорией Янга-Милса. Только вот обобщенная на несколько групп индексов. То есть в случае высших спинов есть тоже такая обобщенная напряженность высших спинов, которая во всех смыслах ведет себя так же, как напряженность электромагнитного поля. Ну и вот в этих терминах можно сделать тоже F, A, F, B, F, C для спина 3. Ну и здесь надо подумать, как сворачивать индексы. То есть здесь у нас есть 6 индексов, здесь у нас есть 6 индексов, и здесь у нас есть 6 индексов. Ну скажем, вот это свернуть с вот этим, это свернуть с вот этим, а вот это свернуть с вот этим. Как-то не очень видно, что там написано. А, плохо видно? Ну это просто, это крестики, нолики, то есть сейчас я хотел просто, давайте больше места сделаем. Так, F, A, F, B, F, C. Здесь у нас... Ну я говорю, что вот это надо свернуть с вот этим, вот это свернуть с вот этим, а вот это с вот этим. Вот такая есть вершина. Ну и вот по аргументам, которые исходя из совершенно тождественно-калибровочной инвариантно, каждая из кривизн, это вершина тождественно-калибровочной инвариантно, и значит, что на этом можно остановиться. То есть у нас нет необходимости деформировать калибровочные преобразования, и нет необходимости добавлять старшие вершины. То есть это уже совместная теория. Но обычно такого рода взаимодействия не очень интересны, потому что, ну вот какие-то реальные теории, там вроде теории Янга-Милса, теории гравитации, они связаны с некоторыми неабелевыми симметриями, а здесь у нас симметрия, но это просто фронтодовский закон преобразования, наабелево. Поэтому людям обычно такого рода вершины не очень интересны. Хочется найти такие вершины, которые нетривиальным образом деформируют не только калибровочные преобразования, но и там имеют нетривиальные вот эти вот С, то есть имеет некоторую неабелевую структуру. Вот. Ну, в связи с чем, мы тогда рассмотрим другую вершину. Ту, в которой n производных равно 3. Вот. Ну да, я говорил, что я буду действовать довольно схематически. Ну вот схематически она вот так выглядит. d dx 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 и да здесь надо еще дополнить другими словами то есть чисто внешне она выглядит как естественное обобщение янга-милса если вы помните там вершина тоже имела индексы свернуты у полей вот так только это был один индекс и индексы вот этого первого поля были свернуты с производными только производная была одна то есть некоторое обобщение вершины в теории янга-милса то есть вот эта вершина решает то что-то вариация свободной теории он шел равна нулю после того как мы ее знаем мы восстанавливаем дельта 1 раньше и дельта 1 который из этого получается минус так тут наверно какие то есть небольшие проблемы со знаками а б с теми дынь ну и на этом дело не заканчивается там необходимо давать другие с ногами но опять же вот если сравнить со случаем янга-милса мы видим что ну структура несколько похожи единственное что она дать лишние производные они тоже сюда пролезли и в данном случае они действуют на поле дальше мы идем не прямо изучать вершины а посмотрим на замыкание калибровочных преобразований то есть но вот эту штуку т1 т1 вот ладно выпишу аргументы оказывается что это равно ф а б с с оказывается что это равно ф а б с с а б с сейчас д не 3 так вот это это часть из формулы которая там имеет вид т1 т1 с одной стороны давайте полностью напишу хотя бы с точки зрения структуры плюс т2 т0 с другой стороны и это равно т0 с 1 сейчас секундочку что мы здесь уже вычислили что нет так т1 у нас есть вот это у нас т1 она вспомнил ну да нам надо решить вот это уравнение и в нем есть сейчас секундочку т1 в первом порядке мы его решали или нет да я не были один шаг пропустил решу то есть вот это условие замыкания калибровочных преобразований в порядке g2 а в порядке g1 мы вот зная т1 и т0 мы восстанавливали c0 ну и c0 оказалось вида c0 равно дэннио 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 сейчас что-то здесь у нас с индексами не так кси 1б кси с и здесь два не два то есть вот этот c0 оно опять же похоже на стуча янга милса а потому что ну c0 это отображение из пары параметров кси кси в кси да каждый кси имеет два индекса мю2 мю2 ра2 то есть оно должно с одной стороны съедать 4 индекса а с другой стороны давать 2 индекса на выходе то есть ну вот это по определению это будет вот это альфа калибровочный параметр а мю2 который зависит от кси 1 кси 2 понятно вот то есть сейчас мы решаем вот это уравнение схематически написано это пункт 726 да да 726 вот это я выписал вверху и наша цель вообще понять можем мы его решить или не можем и оказывается что вот просто если мы посмотрим на структуру каждого из этих слагаемых то вот что то с ними не так и так и такого рода вклад они скомпенсировать не могут ну я не знаю давайте вот эти технические подробности сильно не разжевывать просто для примера одной из слагаемых чтобы показать что с ними не так ну например мы смотрим на слагаемое которое содержит вот вот т1 от c0 т1 по т1 c0 так это т1 от фи от c0 фи кси 1 кси 2 то есть это калибровочное призвание первого порядка в которое которое вместо калибровочного параметра надо подставить c0 но дело проблема здесь в том что вот это т1 оно содержит ну слагаемые которые явно выписал он содержит 2 производных от фи а остальные которые не выписал содержит 2 или меньше и соответственно нам вот никаким образом не можем восстановить вот это слагаемое с четырьмя производными действиями на фи вот то есть вот это нам не помогает но то аналогичными аргументами просто на по структуре вот этих слагаемых можно увидеть что остальные слагаемые нам никак не помогает и соответственно мы вот просто в порядке уже в квадрате мы просто не можем замкнуть калибровочное преобразование ну и что это означает это означает что мы показали что теория теория которая вот имеет вершину s3 с количеством производных равно 3 для спинов 3 она ну как ее не существует вот по крайней мере в предположениях данного анализа что может помочь может помочь если мы например попытаемся добавить взаимодействие s3 с количеством производных скажем там 5 7 и так далее в принципе это может помочь или что может помочь это если мы на кубическом уровне добавим взаимодействие от разных спинов то есть s1 s2 s3 ну 3 по любому здесь должен быть иначе оно никак не взаимодействует но да вот это я вам рассказывать не буду но результат такого технически сложного анализа показывает что даже это не помогает то есть какие угодно вот мы кубические вершины добавлять не будем это не спасет нас от вот этой проблемы ну вот таким образом мы приходим вот называется там многоу теоремы ну означает что не работает результат что вот это s3 с тремя производными не может быть во взаимодействующей теории ну полностью согласованной 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 теории высших спин их таким образом мы видим что вот используя этот метод можно также доказывать и вот такого рода результаты что что-то в принципе не может работать но вот именно этот метод на практике на самом деле довольно трудоемкий то есть видите уже случай спина 3 есть ну большие технические проблемы и люди придумали ряд упрощений которые позволяют делать вещи проще но до этого я сегодня уже точно не дойду давайте сначала есть какие-то вопросы по этому а вот там вот знак плюс ну спин 3 то что там следующие слагаемые это тоже что-то пропорциональное fbc поэтому это как бы в ноль обратиться ну их там нет или как там сейчас секундочку это куда смотреть а это уже вот стерли но у нас там был как бы ну кубическое вот спин 3 да там мы строили у нас там было fbc и ну свертка с этими всеми там d3 ну короче вот эти три производных и три поля вот и мы нашли что у нас как бы у нас результат какой почему ну как я это понял что почему у нас эта ситуация невозможна потому что fbc в итоге в ноль чтобы замкнутая была алгебра fbc равно ну дождественно да или а а не в общем сейчас у нас есть вот такое слагаемое которое мы не можем скомпенсировать мы можем конечно положить а ну вот это конечно не сказал да это может сказать что возможность конечно же состоит в том чтобы наложить что префактор равен нулю но но это единственное условие ну такое вот если либо оно остается и тогда алгебра разомкнута либо мы компенсируем но тогда как бы это взаимодействие уходит то есть как бы две таких ситуации правильно я понимаю да 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 то есть да либо это не равно нулю тогда ну да не замыкается алгебра либо это равно нулю но это не сразу очевидно то есть я там написано как это можно получить что равенство нулю в этой штуке означает что я само по себе равно нулю ну это вроде как наверное тождество и обе какие-нибудь воспользоваться получить можно наверное не ну как тождество тождество якобе можно наложить на f и это не означает что f равно нулю а в данном случае ну вот она немножко подправленная эта комбинация и здесь вот если вот внимательно разобраться что здесь происходит здесь просто есть антисимметризация вот этим двум индексом а что здесь происходит ну да то есть это другая комбинация и выясняется что если ее уже наложить на нулю то это соответствует тому что fbc тождество а это конечно же нам не подходит потому что ну вот fbc у нас стояла прямо в кубическом действии как общий префактор это будет означать что теория не взаимодействующая ну это то же самое что взаимодействие до вершины нет вообще ну давайте я быстренько начну рассказывать следующий кусок про классификацию вершин то есть он такой немного независимый кусок ну такой просто устоявшийся результат теории высших спинов и будет его интересно сравнить дальше с другим подходом то есть мы сейчас используем такой явно кавариантный подход в котором поля являются лоранцевыми тензорами а дальше мы будем использовать ну если я не знаю насколько мы успеем я проиллюстрирую что есть другой подход где мы фиксируем калибровку лайткона и как там все это выглядит ну и что интересно что там результаты немножко отличаются ну вот в чем задача задача в том чтобы построить все с 3 хотя бы другими словами надо решить дельта 0s3 равно 0 и дельта 0s3 плюс дельта 1s2 равно 0 в принципе да наверное даже можно и не решать остановимся просто на дельта 0s3 равно 0 хотим найти все кубические вершины для всех полей высших спинов ну и здесь есть одно некоторое упрощающее наблюдение которое я ну которая работает но это не так просто объяснить просто есть как бы явная конструкция состоит оно в следующее вместо того чтобы строить взаимодействие для полей фронтдала произвольных спинов s1 s2 s3 мы фиксируем то что называется тт калибровка ну то есть бесследовая и поперечная ну вот на языке производящих функций то есть помните там я рассказал что удобно бывает все спины свернуть со вспомогательными поляризационными векторами на этом языке это утверждение что поперечность метода дивергенция равна нулю бесследоваясь это ду 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 равна нулю ну а кроме того но у нас есть уравнение движения что dx dx от фи равно нулю потом что еще у нас есть калибровочное преобразование это dx x x x и тоже удовлетворяет этим условиям то есть если вы помните это были как раз условия которые ну являлись первым шагом к лоранской ориентизации условия неприводимости представлений для унитарных неприводимых представлений то есть поперечность дивергенция становись бесследователь маншельные условия и так далее вот мы будем да упрощение стоит в том что вот у нас поле будет не дважды бесследовым как было в случае с фронтсдолом а оно будет буквально бесследовым оно будет бездивергентным и соответственно просто вот в действие свободное ну вот ничего кроме фибоксфин написать и нельзя и это также уменьшает количество потенциальных слагаемых которые можно записать в слагаемые взаимодействия ну вот утверждение состоит в том что это действительно работа то есть это не очевидно но вот что вот любую вершину по крайней мере на кубическом уровне которую мы построим вот этой вот частичной калибровки можно будет поднять до вершины в теории фронтсдола мы сперва записываем наиболее общий анзац для кубической вершины то есть на этом языке это то есть это некоторая комбинация от производных действующих на поля некоторая комбинация вот этих сверток по индексам ну естественно они должны быть свернуты ковариантным образом но а здесь это просто вот такая форма записи этого утверждения в виде производящих функций то есть после того как мы все продифференцировали а мы ну подставляем что все x и равны то есть в действии все поля в одном x в одном x ну то это просто такой удобный трюк чтобы можно было дифференцировать по разным полям после того как мы продифференцировали мы подставляем что они все в одной точке а а все у и равно нулю но это просто означает что в действии все индексы свернуты а а1 а2 а3 но это цветные индексы цвет то есть это вот такая максимально общая формула для кубической вершины на нее мы дополнительно накладываем условия симметрии ну в чем его смысл смысл приблизительно вот в том что ну скажем если возьмем одно и то же поле с то это действительно одно и то же поле то есть можно бозонные поля их можно переставлять и из вот этого префактора то есть да вот эта часть по этим перестановкам симметрично ну соответственно эта часть должна быть симметрично потому что симметричный кусок выпадет они друг с другом сворачиваются вот дальше мы учитываем ну то что все вот эти производные должны быть свернуты лоренска вариантным образом и удаляем свободное интегрирование по частям так давайте договорю до конца предложения ну то есть с чего мы ожидаем что у нас есть возможности у нас есть возможности брать следы да скажем ду1 ду2 первая возможность второй тип возможности это сворачивать производные с индексами скажем дх1 умножить на ду1 или дх а кстати дх1 на ду1 мы свернуть не можем потому что дивергенция равна нулю можем свернуть дх1 с ду2 но потом если мы внимательно посмотрим то интегрирование по частям дх1 ду2 то же самое что дх3 ду2 да то есть мы проинтегрировали производную по х1 по частям дх1 перешла в минус дх2 минус дх3 слагаемость с производной по х2 выпала из-за того что дивергенция равна нулю остается минус дпдх3 что еще может быть ну производные друг с другом сворачивать нельзя это уже говорил вот от ривиальной вершины то есть по итогу почему мы пришли что реально c1 а2 а3 зависит только от 6 возможных комбинаций где y1 x23 но аналогично вот этот y2 и y3 то есть это такой градиент а это разного рода следы ну хорошо давайте тут уже пора заканчивать какие то вопросы есть а вот последнее это для чего вообще еще раз можно это классификация всех кубических вершин без массовых полей то есть любых спинов s1 s2 s3 то есть мы можем так для как бы для как бы в общем виде какие у нас допустимые вершины могут иметься в теории сразу проанализировать и написать ну отсюда да 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 но это только вот скажем на кубическом уровне то есть единственное что здесь будет изучаться это вот это условие то есть что кубическая вершина совместно в этом порядке ну да я понял спасибо 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 спасибо